Контрразведка РФ разоблачила почти 600 иностранных шпионов за год. Российская контрразведка за прошлый год разоблачила несколько сотен сотрудников иностранных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ в среду, 6 марта. Глава государства отметил, что зарубежные разведки нарастили свою активность в отношении России в поисках доступа к сведениям политического, экономического и научно-технологического характера. Хак справа. Британские спецслужбы создали опасную сеть влияния. С помощью секретной организации силовики намерены контролировать политические процессы во всей Европе. Результативно и наступательно в прошлом году действовали органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб, констатировал президент РФ. По словам Путина, сегодня ряд государств пытаются влиять на процессы в России, вероятно, куда больше, чем прежде, поэтому работа российских спецслужб должна быть более эффективной и строится на современных методах. Президент, в частности, рассказал о росте числа киберпреступлений, совершенных против России. Если в 2014-2015 годах специалисты фиксировали около 1,5 тысячи скоординированных кибератак, нескольких связанных между собой акций РЭД, то в прошлом году выявлено не менее 17 тысяч подобных случаев. «Это – хорошо спланированные, масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны», – отметил он. В этой связи, подчеркнул российский лидер, необходимо предпринять дополнительные меры по защите критической информационной инфраструктуры и усовершенствовать систему обнаружения и предупреждения кибератак. В декабре прошлого года замглавы аппарата Совета безопасности РФ Сергей коротко сообщил, что на российскую критическую инфраструктуру в 2018 году было совершено не менее 4 миллиардов хакерских атак, главным источником которых стали США. 28 декабря сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина сразу нескольких государств Пола Уилана. Позже стало известно, что он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Мужчина был арестован и помещен под стражу до 28 мая. Против иностранца было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», ему грозит до 20 лет лишения свободы.